Видео подготовлено для канала уроки ТВ математика 4 класс, автор чекин, часть 2, задание 382. Составь уравнений, корнем которого является неизвестное число, удовлетворяющее следующему условию. Если к неизвестному числу прибавить число 38, а полученный результат разделить на 25, то в итоге получится 8. Итак, нам нужно составить уравнение, а значит, нам нужно будет использовать неизвестную какую-нибудь букву. Но чаще всего используют букву Х, если речь идет об одной неизвестной. Итак, пусть неизвестное число мы обозначим буквой Х. И сказано, что это неизвестное число должно удовлетворять следующему условию. Но вот давайте это условие и запишем. Итак, читаем внимательно и записываем. Если к неизвестному числу прибавить число 38, значит, неизвестное число мы обозначаем буквой Х, так вот к этому числу прибавить 38. Так. А полученный результат разделить на 25. Значит, то, что получается в результате суммирования, нужно разделить на 25. Тогда мы должны вот это выражение взять в скобку, потому что вначале должно выполниться вот это сложение, а потом деление на 25. То в итоге получится 8. Что значит в итоге получится? Значит, знак равенства и 8. То есть 8 – это значение данного выражения, которое мы записали по условию задания. А теперь давайте нам сказано, что это неизвестное число должно удовлетворять этому условию. Значит, условие мы записали в виде равенства. А что значит, что число должно удовлетворять этому условию? Это значит, что искомое число, то число, которое мы подставим вместо неизвестной Х, вот если мы подставим это число, то получится у нас верное числовое равенство. То есть если мы выполним вычисление в левой его части, то у нас должно получиться 8. Это и будет обозначать, что это число удовлетворяет вот этому условию. А точнее, теперь мы можем сказать, что это число должно являться корнем уравнения, которое мы составили. А теперь это уравнение нам нужно будет решить. Как же это уравнение решить? Ну, давайте посмотрим. В левой части равенства, собственно говоря, содержится результат деления. Какое-то число, ну вот это все число, пока мы не смотрим на то, что это сумма двух чисел. Ну, в общем, какое-то число, но в результате сложения будет же какое-то число. Вот это число является делимым. Так вот, какое-то делимое, неизвестно, какое делимое, разделили на 25 и получили 8. То есть известен делитель и известно частное. Мы тогда можем определить делимое? Можем. Если мы частное умножим на делитель, тогда мы можем записать, что вот это делимое, мы так и запишем его в виде вот этого выражения. Вот оно будет равно произведению частного на делитель. 8 на 25. А вычислим теперь вот это произведение. 8 на 25. Ну, можно сделать это на черновике. Конечно, удобнее умножать 25 на 8. Мы так и сделаем. А поменять места и множители мы можем, потому что умножению свойственно, ну, оно обладает свойством, переместительным свойством. То есть можем поменять места и множители. Итак, умножаем 25 на 8. 5 на 8 – 40. 0 пишем, 4 в уме. 2 на 8 – 16 и 4 – 20. 200. 25 на 8 – это 200. Значит, у нас получилось. х плюс 38 равно 200. Вот теперь вот такое уравнение получилось. Ну, как теперь это уравнение решить? Ну, здесь мы знаем, что нам нужно сделать так, так преобразовать наше уравнение, чтобы в левой части остался только х. Но чтобы это сделать, нам нужно из левой части вычесть 38. Тогда у нас получится х плюс 38. Это я просто переписала то, что было. И теперь вычитаю 38. Но раз я из левой части вычла 38, то я должна обязательно, чтобы уравнение не изменилось, чтобы оно по-прежнему было верным числовым равенством, нужно из правой части тоже вычесть то же самое число. 38. 200 минус 38. Тогда что у нас получится? В левой части понятно, что получится х, потому что мы к х добавили 38, а потом убрали 38, вычли 38. А в правой части что получится? Да просто нужно вычесть из 200, вычесть 38. Получится. Из нуля вычесть 8 мы не можем. Нужно взять единицу старшего разряда. Но в старшем разряде 0. Значит, мы берем в сотнях, единичку забираем. Тогда у нас получается в десятках 9 у нас получается, а в единицах у нас 10 получается. Теперь мы из 10 вычитаем 8, получаем 2. Из 9 вычитаем 3, получаем 6. А вместо первой двойки у нас уже единица, потому что одну единицу мы уже забрали, разменяли ее. 162. Значит, х равно 162. Это и есть корень самого первого уравнения. А чтобы это проверить, мы можем подставить 162 в первое уравнение. Давайте запишем. Проверка. Проверка. Мы подставляем вместо х 162. И у нас получается вот такое числовое уравнение. 162 плюс 38 делить на 25 и равно 8. Вот теперь мы выполним вычисление в левой части. И если в левой части у нас получится 8, то значит, все мы сделали правильно. Корень мы правильно нашли. Давайте проверим. 162 плюс 38. Вначале, конечно, выполняется действие в скобках. 38. 2 плюс 8. 10. 0 пишем, 1 запоминаем. Дальше в десятках. 6 плюс 3. 9 и 1. 10. 0 записали и 1 запомнили. И в сотнях у нас к единичке добавим единичку, которую мы запомнили. 200. Теперь 200 нужно разделить на 25. Но если 200 разделить на 25, то получится 8. Это мы отсюда можем определить. Потому что 25 умножить на 8 – это будет 200. Таким образом, в левой части у нас получилось 8. 8 равно 8. Это верное числовое равенство. А следовательно, число 162 является корнем полученного нами составленного уравнения. На этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.